Привет, друзья! Сегодня 18 марта 2020 года и в средней полосе начинается самый приятный период дочеренкования голубой ели. В средней полосе это март и апрель месяц. Ну, в отличие от многих роликов, я начну не с того, как отрывать эти ветки, а покажу сначала результат. Это две моих веточки, которые я начал укоренять в ноябре. Сейчас я покажу, что из этого получилось. А для этого я сейчас достану эти ветки из стакана специально для вас. Распрессу этот земляной ком, чтобы показать, какой корень получается у ели за 4 месяца. То есть все те, кто собрал черенковать голубую ель, должны понимать, что это дело долгое и и корнеобразование у голубой ели происходит за 3-4 месяца. И первый год она у вас вырастет на 3-5 сантиметров. Ну, здесь были плохие условия, поэтому 3 сантиметра только. Длина корня, первого корня, будет 7-10 сантиметров. Это нужно учитывать при выборе тары. Вот на этом корешке пошло уже боковое ответвление. Как видно, корни свежие, чистые, белые. Чуть попозже я пересажу пол-литровую емкость. И еще одна ветка. Это начинало укореняться в декабре, то есть на месяц позже той. Ну, как можно видеть, на нем тоже появился корешок. То есть получается декабрь, январь, февраль, сейчас идет 4-й месяц. Вот еще две елочки. Но это уже не голубая ель. Если кто-то не узнал, это ветки от елочек, которые продаются в крупных супермаркетах. Как можно видеть, она тоже хорошо дает корни. Укореняемость этих елок стопроцентная. Ну, почти стопроцентная. То есть и укоренение происходит за один месяц. Как-нибудь в одном из видео я расскажу, как спасти новогоднюю елочку путем укоренения ее веточек. Беру тур. У меня это велтор. И набираю пол-литра рыхло. Посыпаю его в какую-нибудь емкость. Беру вермикулит. На стакан торпа нам будет нужно 2 стакана вермикулита. Так, одна часть верхового торпа смешивается с двумя частями вермикулита. Состав такой почвы смеси был придуман не мной, а он описан в трудах и научных работах. В этой и в этой. Такой состав грунта идеален для черенкования чего угодно. Я в такой грунт черенковал зимой розы. Об этом есть видео, кому интересно, можете посмотреть. По поводу торпа. Лучше использовать не торф кислый, который так написано, кислый торф. У меня, к сожалению, нейтрализованный торф. Но в нем тоже нормально. Если вы не можете найти торф, можно использовать кокос вместо торпа. Но кокос это уже из моих наблюдений. Черенковать будем вот такие 200-миллилитровые стаканчики. Почему именно в них, то скажу чуть попозже. Насыпаем грунт. Слегка утрамбовываем. Пока убираем в сторону. У меня будет 3 веточки, поэтому я наполню 3 стакана. Сейчас надо очень хорошо пролить эти горшки. Потому что в течение 3-х месяцев мы их поливать не будем. Проливаем до тех пор, пока снизу не падет вода. Грунт у меня был сухой. Вермикулит был тоже сухой. Пошла вода. Ставим на газету, чтобы газета впитала лишнюю влагу. Теперь самое интересное. Подходим к елочке и начинаем нарывать черенки. Специально, чтобы черенковать, я купил эту елку в ноябре. Теперь самое главное. Слушайте внимательно и смотрите внимательно. Значит, мой оператор в этом деле ничего не понимает. Я попросил, если что непонятно, задавать вопросы. Значит, нам нужны приросты прошлого года. То есть, нам нужны однолетние черенки. Как определить такие черенки? Самые простые на макушке. Вот этот черенок, вот этот, и вот этот вырос в прошлом году. Видно. Если мы опустимся пониже, то видим уже вот такую ветку. Значит, вот этот черенок двухгодичный. Здесь такая небольшая. Вот это место, откуда начал расти черенок прошлого года. То есть, вот этот кончик вырос в прошлом году. Эти тоже выросли в прошлом году. Теперь здесь. Вот эта часть росла позапрошлом году. Это двухгодичный прирост. Здесь тоже такая шишечка вот. И из нее растет черенок ветка прошлого года. Нам нужны одногодичные приросты. То есть, нам подходит вот этот. Это двухлетняя древесина. Это однолетняя. Вот это. Это тоже однолетняя древесина. На этой ветке двухлетняя древесина. И прошлогодние приросты. Надеюсь, понятно. Понятно? Да. Итак, берем ветку. Однолетний прирост. Прирост прошлого года. И движение вниз. Отрываем. Получается вот такой черенок. Мне будет нужно три. Я возьму еще вот этот. Вот эта часть называется пяточка. То есть, это однолетняя древесина, а на пяточке у нас двухлетняя. двухлетняя. Ну и давайте возьмем совсем, чтобы не оголять, возьмем еще вот такую маленькую. черенки мы заготовили. Они все разного размера. Я надеюсь, вы понимаете, что у этого больше сил, у этого меньше. Запас питательных веществ, чтобы пустить корни. но еще не все. Черенки надо подготовить. Готовим черенки. У голубой ели очень жестко отрываются иголки вместе с корой. Значит, первое, что мы делаем, это отрезаем вот эту пяточку. Точнее, заусенец на этой пяточке. Он нам не нужен. Он только загниет. Теперь срезаем иголки. Как можно ближе к стволику. Если останется что-то от иголки, оно может загнить. Срезаем иголки на освобождаем ствол от иголок, где-то в нашем случае сантиметра 3-5. Эта ветка у нас большая, поэтому можно побольше немного. Также подготавливаем и остальные веточки. Подрезаем вот этот заусенец и начинаем отрезать иголки. Ствол мы скорябать, как показывает, не будем. Второй черенок готов. И также третий. Еще нам потребуется корневин. Для удобства я перевалил его в баночку. Это обычный корневин, такой же как на фото. Берем стакан, который мы хорошо пролили, который у нас постоял, с него стекла лишняя вода. Берем какую-нибудь палочку и взрыхлим верхний слой на ту глубину, на которую у нас подготовлен черенок. Теперь выровняем не утрамбовывая. Берем черенок, обмакиваем его в корневин. Обязательно отряхиваем лишнее. Получилось, что мы его слегка прикудрили. Вставляем черенок до иголок и обжимаем его. Уплотняем грудь. Черенок должен стоять строго вертикально, потому что у всех хвойных, ну, у елки точно, аппекальное доминирование. Что это такое, расскажу в другой раз. Почему удобно черенковать таких стаканов? Поскольку мы черенкуем дома, а у не у всех есть специальные теплички для черенкования, то мы сейчас брызнем этот черенок и на этот стакан идеально одевается пол-литровый стакан. У нас получилась вот такая мини-тепличка, которую будем приблизительно раз в неделю проветривать. я туда брызнул один раз, шикнул один раз из плеверизатора, чтобы создать влажность, а дальше влагу уже будет там подерживать сама. Ну и остальные теперь рыхлим, рыхлим для того, чтобы проще был засол черенок и верхний слой оставался воздушный, потому что когда мы поливали он все-таки уплотнился. Опять окунаем черенок, окунаем только самый кончик, ничем черенок не смачиваем перед тем как искупать его в порошке. Вставляем и обжимаем. поливаем по мере необходимости если грунт высохнет, но он не будет сохнуть очень долго. Черенок стоит вертикально. Ну и самый маленький окудаем, втыкаем и слегка его обжимаем. Закрываем стаканами, ставим светлое место и ждем 3-4 месяца. Ну и заключение осталось пересадить укорененные елочки, которые показывал в начале видео. Это вот такой высокий дрожжок для роз объемом около литра наверное. Всыпаем грунт, делаем отверстие под корень, вставляем туда корень, присыпаем оставшуюся часть слегка потрясем. Теперь утрамбуем елка изогнулась из того, что стояла сбоку от светильника. придерживаем и хорошо проливаем чтобы мой торф прижался уплотнился. придерживаем пока вода не уйдет. Слегка можно прижать. как видите голубую ель можно укоренить дома зимой а уж сейчас в котором мы черенковали в оптимальный период укорениться и подавно. Черенки надо брать с елок не старше 10 лет из средней части кроны. Голубой ель я заканчиваю надеюсь все было понятно что непонятно задавайте вопросы в комментариях буду на них отвечать а про черенкование новогодней елочки из супермаркета я расскажу в одном из следующих видео. Если еще не подписаны подписывайтесь на канал чтобы через 3-4 месяца увидеть результат сегодняшнего черенкования. Спасибо всем кто смотрел.